Музыкальный инструмент как средство изображения наркотических иллюзий. Трагедию доктора, ставшего морфинистом, артиста театра «Наш дом» из Химок, поставили в жанре драма на электрогитаре. Спектакль по рассказу Булгакова на Самарской сцене. В Муниципальном театре «Камерная сцена» начался второй всероссийский фестиваль «Русская классика. Страница прозы». Участники – артисты из разных городов России. Химкинский театр уже приезжал на фестиваль два года назад, тоже с постановкой Булгакова. Даже в Москве около 300 театров, и мало кто посещает друг друга. Потому что, во-первых, и времени, и сил, и желания. Вот это какая-то вот такая обособленность некоторая. И фестивали – это, наверное, одна из немногих и единственных возможностей вообще посмотреть другие коллективы, пообщаться, ну и тоже себе показать, безусловно. Потому что это очень интересно, во-первых, проверить себя спектакль на другой площадке, как он работает. В программе фестиваля только классика, участники и столичные провинциальные театры. Произведения русских писателей всегда в тренде, и сегодня у самарских зрителей есть возможность снова перелистать страницы прозы, посмотрев на них новым взглядом. Так, как их видят режиссеры из Москвы, Ульяновска, Орла и, конечно, Самары. Этот замечательный фестиваль, русская классика, не просто русская классика, а страницы прозы. Это ведь очень большие, великие писатели. И очень много езжу, и у меня очень много интересных фестивалей, и поэтому я не могу отдать предпочтение столичным фестивалям и театрам. Пять театральных вечеров и все русская классика. В программе «Станционный смотритель» по повести Пушкина в исполнении московского апорте. «Чудаки» по рассказам Чехова и Шукшина от Орловской свободной сцены. Возвращение Платонова спектакль Ульяновского драмтеатра и завершает цикл недорств Лифан Визина в исполнении самарской труппы. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.